Девять лет колонии за звонок в посольство России. Такой приговор вынес Черниговский суд. Бывшего военнослужащего Национальной гвардии обвинили в измене родине. Он хотел получить российское гражданство. Подробности узнаем у нашего специального корреспондента на Украине Екатерины Мироновой. Вы видите, она уже присоединилась к нам. Екатерина, здравствуйте. Расскажите подробнее, на чем строится конкретно обвинение. Здравствуйте, Ирина. Действительно, на Украине увеличивается количество судебных производств по статье «Государственная измена». Очередной случай произошел в Чернигове. Деснянский районный суд приговорил бывшего военнослужащего Национальной гвардии к 9 годам лишения свободы. Текст документа размещен на сайте суда. Как указано в этом тексте, обвиняемый совершил звонок в посольство России на Украине и попросил предоставить ему российское гражданство. После чего, по версии правоохранительных органов, стал собирать информацию несекретного характера о своей воинской части, чтобы передать ее российской стороне. Доводы обвинения были весьма спорны. Так, в качестве свидетельства вины назвали тот факт, что молодой человек якобы переписывался в социальных сетях с представителями российских спецслужб. Однако, эти утверждения были голословны, поскольку свидетели не смогли предоставить фрагменты этой переписки. В качестве еще одного доказательства государственной измены во время судебного заседания назвали и тот факт, что молодой человек пытался заказать часы символикой Федеральной службы безопасности России. Мол, это тоже факт государственной измены на Украине. А также прокуроры говорили о том, что молодой человек всю информацию, которую смог собрать о своей воинской части, собирал на флешку. Эту флешку обнаружили в тумбочке, но представители защиты говорили о том, что молодой человек не имеет отношения к этой флешке и более того, он не мог иметь доступа к секретной информации о воинской части. Но в результате обвинение строилось на таких доводах, но в результате молодого человека все-таки осудили на 9 лет лишения свободы.